Они звонили родителям и плакали, потому что не могут выбраться из заблокированных в кинозалах дверей. Охранники убежали из горящего здания. 26 марта 2018 года. Ну что, траур? Действительно траур. Скорбим. А мы ничего не можем другого сделать. Даже когда откровенно поджигают детей, откровенно приносят жертвоприношение, и даже тогда, и даже тогда народ молчит. Нет, остается только скорбеть. Скорбеть, что мы стали таким народом, на котором проводятся эксперименты. Эксперименты на терпимость, на выживаемость. И за счет ваших детей. Только что отравили газом, причем боевым, химическим газом. Отравили детей в Алкаламске. Затем была травля в других городах. И, как еще одна кульминационная точка, это Кемерово. Ну, во-первых, нам начали лгать с самого начала. С самого начала стали говорить, что 4 человека, 3 человека показывали, как кто-то выпрыгивал из окон. А почему выпрыгивали из окон? Об этом вам никто не скажет. Никто не скажет вам вообще ни о чем. И, люди, никогда вы не узнаете правду. В силу того, что я аналитик и специалист по национальной безопасности, я могу вам рассказать многие такие вещи, которые вы просто не понимаете. Но если вы спокойно терпите, когда сжигают, целенаправленно сжигают ваших детей в огромном количестве, и весь город мычит, как стадо коров, идущие на убой, то о чем можно говорить с такими людьми? Вы ничего в себе не исправите. Вы уже изначально такие. Вас такими воспитали, вас такими сделали. Вы можете в интернете сидеть и кастрюлями греметь, и обзываться, и ругаться. Но когда дело касается, вот вам показали, ваших собственных детей, которых сожгли заживо, то здесь все эти кастрюльки на диванах с котлетами в зубах превращаются в мычащее стадо. Просто, молчаливо мычащее и тупо идущее за хозяином стадо. Итак, начнем с самого начала. Мне, конечно, иногда бывает легче рассуждать таким образом, потому что я, как известный блогер и журналист, я получаю большое количество новостей. В личку получаю то, чего нет в интернете. Люди боятся порой выставлять все, что есть. Они просто запуганы, они боятся. Присылают мне в личку. Ну что же, я озвучиваю некоторые факты, которые идут в противовес тому, что озвучивается официальными СМИ, то есть государственными органами озвучивается. Ну и давайте почитаем, что же случилось у нас в Кемерово изначально. Я приведу одну статью, чтобы не особенно вам самой рассказывать, потому что есть какие-то официальные источники. Итак, днем, в воскресенье 25 марта, в центре Кемерово загорелся торговый центр «Зимняя Вишня». Пожар не потушен до сих пор. Сегодняшняя статья, утренняя. Сигнализация не сработала. Это что такое? Я вам расскажу, что это такое. Она и не могла сработать, когда она была отключена. Многие посетители магазина оказались заблокированными внутри помещений. В списках пропавших без вести десятки человек, в том числе дети. Пожарные смогли проникнуть во все помещения только через 12 часов после начала пожара. По последним данным погибли 64 человека, в том числе не менее 9 детей. Вот что стало известно о случившемся к утру 26-го. Пожар в «Зимней Вишне» локализован, но не потушен. Несмотря на неоднократное сообщение о ликвидации возгорания, утром 26 марта глава МЧС Владимир Пучков признал, что в торговом центре остаются отдельные термоточки, где температура достигает нескольких сотен градусов. Он поручил полностью ликвидировать возгорание к 18-ти часам понедельника. То есть полтора суток это вот будет бушевать. Даже больше, да? Если к 18-ти часам понедельника они собираются ликвидировать точки возгорания. А загорелось днем. То есть больше, да? Получается полтора суток, как они не могут ничего ликвидировать. И так 64 человека погибли. Так нам сказали. Это на 11.30 утра по Москве. Что можно сказать? Что можно сказать по этому поводу? Ну такая хреновая ситуация. Ситуация хреновая почему? Возгорание такое, которое до сих пор горит. Вы понимаете, что это что-то химическое, искусственное, типа напалма. То, которое горит долго. И которое достигает температуры, которой нет у обычного огня. Вы это тоже хорошо осознаете? Что касается детей и вообще погибших сотрудников. Ну, во-первых, это, конечно, самое такое удобное время, когда все пожарники отдыхают. Это в воскресенье. Вроде бы не должны пожарники отдыхать, но они отдыхают. Это в воскресенье. Первое. Второе. Какое количество детей погибло, нам не говорят. И нам не скажут. Если вы помните, первые данные были где-то 3-4 человека. А мне пришла информация. 180 человек. 180 человек сгорело заживо. Причем на последнем этаже этого торгового центра, который был когда-то преобразован из обычного завода, перестроен, ну, такими вот активными членами перестройки, которые все перестраивали и превращали в дерьмо все, что было когда-то сделано до них. И вот перестроили. Четвертый этаж отдали под несколько кинотеатров. В эти кинотеатры массово загнали детей. Ну, можно сказать, пригласили. На самом деле загнали. И эти все кинотеатры подожгли. Заблокировали и подожгли. Если вы помните, я где-то в трех роликах в течение вот этих пары лет рассказываю о том, что было такое жертвоприношение в Индии, когда 700 человек детей, выходные, это были каникулы, закрыли на стадионе. Тоже показывали фильм. И закрыли все выходы. И подожгли. Никто из 700 человек детей выбраться не смог. Это было большое жертвоприношение на власть. А теперь у нас жертвоприношение на власть в нашей стране. Я не хотела бы говорить какие-то глупые вещи, когда весь интернет пестрит какими-то жертвами Пейсаха, жатвами смерти во имя Пейсаха, там еще что-то. Ну, люди, в конце концов, я понимаю, что не все вы умные. В конце концов, я понимаю, что каждого из вас дразнят. И в конце концов, я понимаю, что это целенаправленные вбросы, чтобы вы были кем? Правильно, кастрюлями, которых друг против друга. Это будет такой виртуальный Майдан, когда друг против друга стравливают. Никакого Пейсаха. Все праздники, чтобы вы понимали, они делаются людьми. Они изначально искусственные. Но есть дни природные, которые не имеют никакого отношения ни к Пейсаху, ни к Пасхе, ни к чему. Есть просто природные праздники пробуждения духов. И есть также вызывание духов на себя, когда нужно закрепить свою власть. И вот во время закрепления своей власти, она не относится, опять-таки, еще раз повторяю, ни к одному празднику. Потому что все праздники искусственно деланы пальцем. Читайте Климова, Григория Климова, делают пальцем. Вот это есть. Это есть и также есть во всех праздниках. Итак, что я вам хочу сказать. Мне прислали. Ну, здесь идет такой матерный говорок, что все это не то, что нужно, что показывают по телевизору. Это ложи, жертвы огромные. Дети находились в кинотеатрах целыми классами. Погибших, а точнее заживо сгоревших детей, как минимум 180 человек. И более может быть. Они звонили родителям и плакали, потому что не могут выбраться из заблокированных в кинозалах дверей. Охранники убежали из горящего здания. Какие адовые цифры начнут публиковать, какую чудовищную информацию, правду расскажут. Из последних сил скрывают сейчас действительность. Но это не скроешь. Завтра начнется невообразимое. Это... Дальше идет мат по хэштету. И я читаю комментарии родственников пропавших без вести. Комок в горле. Целая класса детей. Были в запертом горящем зале. Они звонили и прощались с родителями. Знакомые моих инста-френдов из МЧС по секрету рассказывали о более 120 тел, которые вытащили из огня, когда открыли двери кинотеатров. Это те, кто увидел 120 тел, кто-то считает. Ведь люди, которые выполняют, они на выполнении задания, они все равно остаются многими людьми. Они понимают, они это пытаются фиксировать. И если в одном зале было 120 детей, то в другом зале, может быть, еще кто-то посчитает и тоже выложит нам эту информацию. Итак, это только первая информация на сегодняшний день. И короткая. Я хочу рассказать всем вам сейчас в этом коротком ролике, что произошло в Кемерово. Жертва приношения на власть. И такой жертвы будет много по всем точкам нашей России. Широка страна моя родная. Много в ней лесов, полей, рек. И также много людей. И вот везде будут происходить эти самые жертвоприношения. Но Кемерово это большой город. Поэтому вы о нем услышите. А многих других вы не услышите. Я Таня Карацуба, Сейдбурхан. Я продолжу эту тему. Будет еще следующий ролик более подробный. Я расскажу в следующем ролике. Это сейчас короткий и первый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok